Девушки отдыхают 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 вспомнить, что будем в Сибири, там все это, да благословит Бог, чтобы она не напрасно была. Я вижу тоже в этом промысел Божий, да устроит Бог все, да использует нас хоть немножко для славы своей, для свидетельства людям и для помощи, которую мы ведем. Очень бы хотелось, чтобы Господь особенно нас благословил, чтобы быть таким хорошим, исправным инструментом в руках Божьих, чтобы Господь мог исполнить свою волю, что Он для нас определил, там сделать. Господи благослови, конечно, на помощь, мы Его надеемся, чтобы то, что Он осмотрел, взял нас в дело уже, где Он потребил нас, и мы уже получим. Никогда не завидуй птица, что парят высоко над тобой, На колени ты можешь склониться, воспарить выше птиц над землей. Взмах крылок, взмах другой, ты паришь над суекой, как молитвы крылья сильны. В небесах мой дух парит, где покойный царит, так хочу быть всегда в небесах. Иногда в пути ослабеваю, нету силы, чтоб крылья поднять. Пред Иисусом в смирении склоняюсь, наполняет Он силой опять. Взмах крылок, взмах другой, ты паришь над суекой, как молитвы крылья сильны. В небесах мой дух парит, где покойный царит, так хочу быть всегда в небесах. В небесах есть чудесный город, город. Новый Иерусалим Агрицу песню там ангелов в томях Все народы, спасенные им Вознесет Дух Святой И я над грешною землей В город вечный, город святой Там, где ангелы поют Там, где ангелы поют Богу славу воздают Там я буду всегда в небесах Там, где ангелы поют Там, где ангелы поют Там, где ангелы поют В июне, было обычно в небесах Группа миссионеров из Южной Каролины прибыла в город Томск для участия в проекте «Иисус приходит по воде». География Томской области такова, что добраться до некоторых населенных пунктов очень сложно. Летом попасть в эти поселки можно либо по воде, либо на вертолете. Именно там предстоит трудиться нашим миссионерам. В качестве основного транспорта служит катер-вестник, приобретенный Томской церковью для реализации проекта. Ни одну сотню километров предстоит преодолеть благовестникам по реке в течение нескольких дней. Что же ожидает их в конце этой трудной дороги? Я устал, изнемог, помоги мне, мой Бог, за тобой вслед идти, крест тяжелый нести. Там за нами синий дом родной, там скоро встречусь я с тобой. Там, скажешь мне, теперь ты мой, меня там примешь в свой покой. Там буду я навек спасен, подзабитель во дворен. Там радость ждет меня всегда, согреет там любовь твоя, любовь твоя. В доме твоем. В мире зла, суеты, не забыл меня ты. Грех омыл, все простил, навсегда возлюбив. Там за дальней синий дом родной, там скоро встречусь я с тобой. Там, скажешь мне, теперь ты мой, меня там примешь в свой покой. Там буду я навек спасен, подзабитель во дворен. Там радость ждет меня всегда, согреет там любовь твоя, любовь твоя в доме твоем. Спасибо за просмотр! Встречи жду я с тобой Ты ведь Бог, пастырь мой Ты дыханье моё Я созданье твоё Там задали синий дом родной Ну, конкретно, чтобы какая-то картина перед нами представала, как это будет, чтобы мы не могли как-то себе представить. Мы так думали, что мы будем видеть людей, которые не слышали о Боге, не верующих. А как? Мы не знали. Мы просто молились Богу, верили, что Бог устроен. Я вообще представляла, что это будет как Елена Констанция, и будет много народа, и мы будем там петь и рассказывать стихи, и люди будут играть. Ну, я представляла, что все деревья сойдутся в клуб, и будет большое собрание, и будут выникать люди, много людей. Можно ещё посерёдочке, Рома. Ага. Не-не, я именно по бокам посерёдочке. Ага. И с той стороны тоже. Ну, вообще, я представляла свою миссию, это когда много людей выходит на покаяние. Я думал, вообще, ожидал, ожидал, что больше будет людей. Как-то вот я... И когда мы приехали, в село там небольшое, человек 300, может, 350, там жут. Мы думали, что, ну, заберутся люди, будут слушать, будут каяться. Ну, по-другому как-то. Сначала как-то даже немножко разочарование было. Когда приехали сюда, и в посёлок Пепель, и когда люди вообще не хотели слушать, что мы разговариваем, что православные, то, что... Для меня это было чуть шокировающе. Я не знаю. Выразиться, ну... А вообще, потом привыкла, и видела руку больше. Когда, допустим, не помню, у нас в Казахстане была большая церковь, и на воскресенье, когда есть люди примерно 10-12 человек за воскресенье. И так, если вы представляете, что будут ходить, плакать, каяться, то, конечно, этого я там не увидела. Я поняла, что это работа больше индивидуальная с каждым человеком. С кем-то встретишься, с кем-то познакомишься. У нас больше было личное общение с другим другом. И мне было открыто, как можно, чтобы лично с людьми поговорить, рассказать им о своей жизни, и как мне Бог выходил на встречу. Я... А потом смотрим, что Бог именно вот как-то вот таким путем работает в этих селах. Более... Это персональность. Лично, когда беседу с человеком, открывается больше не такое, не масштабно, не массово так вот, чтобы люди приходили. Вот. Вот таким я. Ну... В этих поселках, что мне нравится, люди очень... очень открыты. Мы живем в цивилизации, и привыкли, что люди немножко как бы двуличные, ну, мягко говоря. То есть, говорят одно, думают другое, знают, что... Оно как бы воспитано, культурно. Там края более дикие такие, скажем так. Ну, людей что на сердце, что на уме, то на языке. Если Он тебя любит, Он готовит тебе там, последнюю рубашку, последнюю отдать тебе. Вот, вот вся моя душа тебе наизнанку. Если не любит, то там... Тоже оно... Оно будет явно, не будет камень за пазуху, как говорят уже. И то есть, если люди обращаются к Христу, то они обращаются всем сердцем. Вот. В Новосюгане, где я когда-то работал, был очень молодым человеком, немножко на флоте. Старая Югина. Вот там была евангелизация. В основном детская. Было несколько женщин, несколько молодых людей. Ну, больше, чем обычно. Вот. Ну, один Саша, такой огромного телосложения. Вот. Раза два-три больше, чем я, и немаленький уродин. Вот. Все мешал немножко. Выкликивал, вопросы задавал. То Варик отзовет, то меня отзовет. Все вопросы у него так. Мы ему просили. Саша, не нарушай. Снова вопросы. Саша, ты обещал. Ой, извиняйся, извиняйся опять. Вопросы. Ну, потом закончилось. Евангелизация, когда мы с ним беседовали, уговорили. Я понял, что он верит в Бога, в душе. Он знает Писание. Он читал несколько раз и пытался покончить с фоткой. Но не смог. И, видимо, разочаровался. И вот сейчас у него такое состояние. Я говорю, Саша, тебе надо каяться. За тебя нужно помолиться. Давай помолимся. Он говорит, да, я не против, я не против. В конце этот человек ушел на покаяние. За него помолились. Не знаю, насколько оно было искренне на тот момент, это покаяние. То есть выглядело все так, и вот этот человек играет роль шута или еще кого-то такого. То есть все для юмора. В голове, когда при массе он вышел, за него помолились мы. Вот, больше никто не покаялся. Ну и так расстались. В основном-то там ребята в нетрезвом состоянии. А когда мы возвращались, он сидел там на пятачке, где молодежь обычно собирается. И говорит, спойте для меня в салон. Ну, братик говорит, давайте отнесем вещи, вернемся. Я смотрю далеко, говорю, давайте сразу пару салонов споем. Ну, давайте. Зашли мы. Начали петь. Начали подходить люди, соседи. Вот, другие ребята. Не набралось немало людей. Вот, которые слушали Слово Божьего, там возле забора стояли, с ними поговорили, им подарили Евангелие. У них мы уже грязные, работаем, не будем подходить. Скоро мы к вам приедем уже со своим новым заветом. Господа молитвы Богу. Пусть Бог благословит, Саша. Любите друг друга. Богом будьте. Любите друг друга. Блава Богу. Аминь. Тоже так люди очень слушали, не хотели нас упускать ни первый раз, ни второй раз. Не чувствовали, что есть эта жажда по Слову Божьему. Одна девочка, Тамара, она пришла чуть позже. Она как бы с такой детской верой смотрит в нее в глаза, говорит, да. И она просто, я видела в ее глазах, что она просто нуждается в материнской любви или в чем-то внимании. Она смотрит в нее в глаза и говорит, ты хочешь быть моей подружкой? Я говорю, да, конечно. Но прежде меня есть Иисус, который возлюбил тебя. И она очень так все принимала, слушаясь с вниманием. И мы пошли в сторону кадра. И там еще на перекрестке остановились с другими. Мы беседовали, пели еще. И она стыдывает все. И мотоцикл едет. Она, о, папа ей. Папа ей так раз как-то засуетилась, очень так, в страхе. И потом подъехал отец в мотоцикле, и у него было такое злое лицо, и он начал на нее наезжать. Сначала я просто растерялась немножко, потому что я никогда такого не видела. Он начал наезжать на мотоцикле, материть ее по-всякому. Она бедная, вся дрожит, прячется. Потом как-то он крикнул, она запрыгнула сзади, он с руганью. И на нас такой обожленный уехал. Мы так расстроились. Думаю, господи, что ожидает эту девочку? И был вот такой человек, его звать Сергей. Когда мы начали с ним разговаривать, она ему рассказала немножко о себе. Ему 51 год. Он такой заросший, спитое лицо такое. Он выглядит намного старше. Мы поем, мы рассказываем. А он немножко начал о себе рассказывать. Как-то его особенно коснулось то, что мы говорили. И он дали ему Евангелие. Он взял и прижал это Евангелие и так держал его в груди. И он рассказал нам, что он уже два раза кодировался для того, чтобы бросить пить. И он снова возвращался к этому. Когда истекал срок, он снова начинал пить. И мы ему сказали, что тебя может освободить Бог. Он заплакал очень сильно. Мы предложили ему помолиться за него и помолились за него. И он говорит, я входил в церковь, если бы была бы здесь церковь. Мы говорим, ко мне нам идти? Мы говорим, ну идти в церковь, тебе надо к Богу приходить. Как, что, по кому мне идти? Куда мне идти? В какую церковь? Что вы не можете? Говорим, ну вот, нас будут посещать. Говорят, приезжайте к нам, говорите. Внух, он пополнился. Служение через газету, служение через радио – это очень хорошее и правильное служение. Но служение через личное общение, оно более эффективно. И те люди, которые не услышали радио, те люди, которые не видели газету, чтобы прочитать, они увиделись христианами. И через это служение, я считаю, что они могут увидеть, не только услышать, но и увидеть жизнь христианина. Мы видели, мы видим, как сердца расплавляются. Даже эти люди, которые ведут такой аморальный образ жизни, все равно у них душа, которая здорована Богом, и она стремится как-то вот к такому вот святому, такому чистому. И мы верим, что это семя, которое хоть маленькое, но если падает в добрую почву, оно приносит флот и все времени, потому что за этим словом стоит Бог, и Он водосты, чтобы она исполнялась. Хочу сказать славу Господу. Господь благословил нас и в евангелизации тоже. Так поздно пообщались с ребятами. Сердце, честно говоря, горит. Поселок хорошо нас принял, очень искренние, такие открытые люди. Надеюсь, что это семя, которое было сегодня посеяно, оно принесет много плода для Господа. Господи, помоги, нам очень важно только еще молитвенно их поддерживать. Оно еще семечко его надо удобрять, там поливать. Пусть Господь благословит уже. Кто-то до нас еще насаждал, может быть, мы чуть-чуть с Божьей помощью, Господь через нас, может, чуть-чуть полил, и пусть дальше это все возрастает во славу Божию. Благая весть Прозвучала в ночь на Рождество, Что рожден Спаситель мой твой, И мой твой Небесный хор Пел, что мир земле дан неземной, Но какой оплачет он ценой, Какой ценой! Благая весть И реальна и полна чудес, Вечный Божий Сын сошел с небес, Сошел с небес. Иисус Христос на Себе понес наш тяжкий крест, Был казнен и умер и воскрес, Иисус воскрес! Благая весть Она достигнет пределов земли, Благая весть В сердца надежду и веру вселив, Благая весть Спасенный светом Рыбли озарит Об Иисусе Христе Благая весть Благая весть В том, что верующий не умрет, Смерть Христа нам право жить дает, Нам жизнь дает. Благая весть К покаянию еще зовет, Скоро Божий Сын опять придет, Иисус грядет. Послушай весть Есть возможность не страдать в аду, Только верные в покой войдут, В покой войдут. Благая весть В восполнении всех духовных нужд Это Божий план спасения душ, Спасения душ. Благая весть Она достигнет пределов земли, Благая весть В сердца надежду и веру вселив, Благая весть Спасенных светом любви озарит, Об Иисусе Христе Благая весть Вот эта поездка дал мне понять, что Бог дал нам жизнь и здоровье, чтобы мы служили для других, а не для себя. Они знают, что ты в такую даль приехал, чтобы им рассказать о Боге, это их очень касается. И они всегда спрашивают, почему вы прямо с Америки приехали к нам, что заставляет вас? И мы говорим, что любовь к вам заставляет нас, чтобы мы ехали к вам и говорили о Боге, потому что мы не хотим, чтобы никто из вас погиб вечно. Да, я думаю, что это служение очень необходимо, потому что так много людей погибают без Бога, и Господь хочет, чтобы мы этот труд совершали. Я думаю, если даже одна душа из всех этих поселков пришла к Богу, я считаю, что это стоило нам всем ехать туда ради одной души. Это же просто настолько ценно в глазах Бога, душа человека. Там не хватает тепла и любви. Я думаю, в основном они нуждаются в любви. Мы просто видим, что эти люди, они рабы греха, они ищут выхода, они хотят креститься, хотят крестиками, и они думают, что это им поможет. Не понимают многих вещей. Хорошо бы, если бы на этих местах были миссионеры, как вы называете, которые на 2-3 недели поедут. Я думаю, такой труд сейчас для них был бы более продуктивным. Когда они слышат Слово Божие, то это вселяет в их сердца надежду, что весь выход из их состояния, в котором они находятся. Они хотят общения. Они хотят, чтобы среди них были христиане. Но они, вы знаете, просто некоторые плакали, некоторые просто махали руками, говорили, приезжайте еще. И реально, если туда приехали бы люди, наши христиане, хотя бы одна или две семьи, и жили там, то я думаю, что это было бы более эффективно. Эти люди смогли бы иметь общение, приходить. Им нужна только руку протяни. Конечно, я не знаю, если кто-то будет смотреть этот видеофильм в будущем, каждый человек может делать вклад в это дело. Вот, и я всегда скучал по такому служению. Оно немножко сейчас видоизменилось, но это такое, как правильно выразиться, ты переживаешь сам такое благословение, ты сливаешься с этими людьми. Чувствуешь, когда Бог тебе дает, что сказать этим людям. Самое приятное, без Павлового говорил, это быть использованным Господом. Да, я просто не представляю, если возможностей не будет и молодежь будет собираться, я не представляю, как я переживу это. Я очень хочу, мечтаю. Я бы очень хотела приехать, я даже не ожидала, но Бог дал такую возможность. И я даже не представляю, если в следующий раз молодежь поедет, чтобы без меня поедет. Так хочу опять, мне так понравилось служить Богу, таким образом людей приведут ко спасению. Я думаю, что все эти сферы служения, например, взять газета, радио и миссионеры, они как бы составляют полноту благовестия людям, неверующим во Боге. Мы приедем, и нам говорят, ну вот я хочу, я хочу плакать, а куда идти, куда? Нету церкви, нету вот к кому обратиться. Приезжайте к нам, вот живите здесь, приглашают. Видно, что не хватает вот этого. Я очень хочу, чтобы в этих селах образовалась церковь, чтобы там тоже были детские служения, и вообще, чтобы там жизнь началась, чтобы Бог производил работу. Ну, финансы, ну, конечно, она на своем месте. То есть, катер нужно заправлять, людям нужно помогать, какая-то гуманитарная помощь. Но если говорить о том, в чем есть там нужда, там есть нужда просто в любящих сердцах, готовых отдать себе Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok